Приветствую вас Алексей, отчасти я поддержу своего коллегу Игоря Летучего, соглашусь с ним в плане того, что он говорит, но мне кажется, что здесь не все завязано на симпатии, то есть не все, не обязательно все будет завязано на симпатии только, потому что может быть возможно здесь сделано не только в симпатии, но и в чем-то еще. Поскольку вы говорите, что она за всеми ссорится, за всеми спорит, за всеми пытается вывысить отношения, то, соответственно, она всех демонизирует по факту. То есть по факту она просто во всех видит врагов, своих врагов, да, видит. Вот. Соответственно, любая демонизация чего-либо ведет, как правило, к потребности в идеализации. То есть если я что-то идеализирую, то я должен что-то демонизировать. Вот. И наоборот, если я что-то демонизирую, то что-то я должен идеализировать. Вы знаете, жить в таком состоянии, состоянии, когда постоянно, ну, постоянно какие-то угрозы, да, постоянно... Какие-то нападки, да, и так далее, жить в таком состоянии достаточно тяжело, сложно. И девочка вполне возможно нуждается в ком-то, кто ее бы вот как-то понял, поддержал, услышал, увидел. Вот. И по какой-то причине, да, именно вы являетесь тем человеком, кому она испытывает доверие. Именно вы являетесь тем, кто идеально подходит ей в контексте ее потребностей. То есть вы тот, кто ей нужен. По случайности. По счастливой или не очень случайности. Вот. Вот. Она вас, эм... Ну, она видит, эм... Видит, эм... Она вас видит кого-то, кто ей... ээ... Ну, вот... Вот. в принципе то, что я могу вам сказать, именно исходя из того, что вы пишете. Есть из-за этого симпатия к вам? Не знаю, честно говоря, не знаю, есть ли симпатия или нет. Скорее всего, пока идёт просто идеализация. Пока что. Но, соответственно, идеализация очень шревата. Как правило, тем, что потом может начаться обесценивание. Поэтому относиться к этому нужно спокойно. Не думайте, что так будет всегда. Очень легко такой человек настраивается против, ну, против кого-либо, против того, кого ещё всё совсем не дам, да. Боготворил, к пример. Понимаете? Так что, вот, девушка нуждается в чём-то своём, к сожалению. Вот. И вам нужно спросить себя в первую очередь, готовы ли вы ей дать то, с чем она нуждается. Вот. Если готовы, если готовы, то хорошо. Вот. Если не готовы, то лучше... Отдалиться. Вот. Отстраниться, точнее, от неё. Доверять такому человеку нельзя. Это совершенно точно. Потому что, ну, доверия здесь не будет. Ибо она совершенно очевидна, что в людях видит только лишь определённое средство достижения того, что ей нужно. Это не обязательно плохо. Это не обязательно плохо. Это просто, ну, просто реально. Пока. Поэтому будьте осторожны и не поддавать. С другой стороны, если вы знаете точно, что, к примеру, вы можете с ней сблизиться, да, и можете как-то использовать её в своих целях-происловиях, если у вас нет никаких чувств, то можете это сделать. Но самое главное, чтобы вы не вовлеклись в эмоциональное взаимодействие с ней настолько, чтобы в случае, если она от него начнёт выходить, чтобы вы не испытали боли. Потому что она может предбоментироваться, она может вам петь серенады, говорить, какое хорошее, но всё это лечится только до того момента, пока не увидит, что вы от неё зависимы. Как только увидит, сразу, возможно, начнёт вести себя так, как и со всеми. Просто вам об этом я хотел бы предупредить. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok